Для создания пробки одному водителю достаточно притормозить, и за этим мелким событием тянется цепная реакция. Например, машина внезапно перестраивается в другую полосу, и все, все водители в этой полосе вынуждены будут притормозить. Это же касается тех, кто наоборот все время торопится и любит ездить впритык. Вот впритык утыкается в другую машину и вынужден тормозить. А те машины, что сзади, которые держали нужную дистанцию от впритырка, тоже вынуждены жать на тормоз. Тем самым, начиная реакцию замедленного движения. Такие волны остановленного или замедленного движения называются фандомными пробками и достигают длины от 100 до 1000 метров. Вот вы только посмотрите, это магистраль без перекрестков и ДТП. И пробки создаются чисто из-за того, что кто-то жмет на газ больше, а кто-то меньше. Так выглядит ее компьютерная симуляция. Не успели рассмотреть? Давайте замедлим. Смотрите, затор движется волной. Это стопроцентная физика. Точно так же расходится ударная волна от взрыва. Даже когда ваша и соседние машины покидают фантомную пробку, то пробка не исчезает, а перемещается назад против потока машин. Каждый из нас может помочь бороться с такими пробками. Достаточно просто держаться равного расстояния между автомобилями. Или не сбрасывать скорость до нуля. Ведь, как вы смогли заметить, этим машинам не мешало ничего, кроме одного. Кто-то торопился или ехал ниже положенной скорости. То есть, простой человеческий фактор.